Доброе утро! И мы, Господи, приходим, как всегда, в ночь детки и просим Твоего благословения. Благослови, Отец Небесный, сегодня наше поклонение Тебе. Благослови, Господи, чтобы наши сердца не были той доброй почвы, на которую падает цена Твоего Слово. Оно приносит Бог, Господи, для Царства Твоего. Благослови, братья, которые будут сегодня говорить Слово Твое, чтобы оно было сказано в силе Духа Святого. Отец наш Небесный, наше упование на Тебя. И за все прими хвалу и славу, наше вечный Бог, Отец и Сын, и Дух Святой. Аминь. Отец наш Небесный, наше упование на Тебя. 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 Славей и просил во Христе, Бог нас от гибели спас. Если под братом жительский скорбечит, флаг и надежды погас, вспомните только тот мысль своей, Бог нас от гибели спас. Бог нас от гибели спас, Бог нас от гибели спас. Да Бог нас на веки просил во Христе, Бог нас от гибели спас. Если предлили согласно земли, слабость смущает соглас. Слава нас слышит за чувством просты, Бог нас от гибели спас. Да Бог нас на веки просил во Христе, Бог нас от гибели спас. Славей Бог, Славей Бог, мой душа. Славей Бог, Славей Бог, душа моя. Бог нас от гибели спас. Бог нас от гибели спас. Славей Бог, с Гибели спас. Славей Бог, Славя Бог, с Гибели спас. Славей Бог, бог нас от гибели спас. Достоин славы, спаситель мира, Бойте, народы, хвалу Ему, Свой дом, свой дом, Бой, душа! Дорогая церковь, место Священного Писания, которое будет нам предложено к размышлению, это на послании Кремлянам, 14 глава, 22 стих. Послание апостола Павла Кремлянам, 14 глава, 22 стих. Мы с вами обратим внимание и порассуждаем над второй половиной этого стиха. В общем, это место звучит так. Ты имеешь вену, имея ее сам в себе перед Богом, блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает. Будем рассуждать о выборе. У меня вопрос сразу же ко всем нам. Сколько выборов в день нам приходится делать? Как вы думаете? Очень много. Очень много, друзья мои. Очень много. И в зависимости от нашего возраста, в зависимости от рода нашей деятельности, вот 70 до 120 выборов нам приходится делать каждый день. каждый день мы делаем какой-то выбор. И словарь говорит о том, что на самом деле выбор – это одно правильное. Выбор – это принятие решения одного из множества. Друзья мои, Бог чем отличил человека на земле? Тем, что дал нам свободу выбора. Каждый из нас имеет свободу выбора. Интересный пример – песня, очень старая песня, которая, когда готовила эту проповедь, она так зацепила меня. Знаете, зацепила за живое. В 1973 году на экраны, советские экраны, вышел самый настоящий телесериал. Очень интересный. Я думаю, вот старшее поколение особо помнит этот фильм. «17. На вечер». Все приходили для того, чтобы посмотреть этот фильм. Очень интересный фильм. И благодаря этому фильму песня «Не думай о секундах свысока» стала очень известна. Эту песню написал Роберт Рождественский. Музыку, где написал Микаэл Дарибергиев. И вот очень интересные факты. То, что касается выбора, то, в чем мы живем сейчас, это результат нашего выбора вчера. То, в чем мы будем жить с вами завтра, это результат нашего выбора сегодня. Так вот, философский смысл этой песни, мы прочитаем несколько строк потом из этой песни, очевиден, ведь, как тонко подметил поэт, что не стоит думать о секундах свысока. Не стоит думать о времени, которое дал нам Бог поверхностно. Ведь Бог наш с вами, он обусловлен именно временем, которое дал нам Бог на земле. И я хочу прочитать слова этой песни. «Не думай о секундах свысока». Наступит время, сам поймешь, плавленное. Свистят они, как пули у визга. Мгновения, мгновения, мгновения. Мгновения, спрессованные в года, мгновения, спрессованные в столетия. Я не понимаю иногда, где первое мгновение, где последнее. У каждого мгновения свой резон, свои колокола, своя отметина. Мгновения раздают. Кому позор, кому бесславие, а кому бессмерть. Друзья мои, вот эти слова глубоко зацепили меня за самое живое сознание. Мгновения раздают. Кому позор, кому бесславие, а кому бессмертие. И самый главный выбор, который приходится делать нам в жизни, помимо тех сотни выборов, которые мы делаем каждый день, и мы будем рассуждать, что же оказывает на них влияние, это выбор, где мы вечность будем проводить на самом деле. Где бессмертная душа будет проводить вечность, и как избежать страданий. Так вот, эти слова Роберт Рождественский написал. В тот момент, и он относился к числу таких людей, его жизнь попала в расцвет творчества, пришел на послевоенные годы, когда за одно необдуманное слово можно было стать жертвой репрессий. Между тем, этому военному не только удалось выжить, но и стать пользователем его, и так далее. И он отмечает, что мгновения раздают кому позор, кому бесславие, кому бессмертие, навекая на то, что многие его коллеги ради славы пошли на предательство своих друзей и близких. И слова этой песни, и смысл этой песни, автор не сомневается, что за каждый выбор, и за каждое дело, и за каждое слово будет результат. У каждого дела будет результат. И каждому слову, и каждой мысли, и каждому выбору Бог даст свою цену. Писание говорит о том, что выбор имеет тот же результат. Мы с вами прочитали место Писания, в котором написано, «Блошем человек, который не осуждает себя за то, что он выбирает». А когда мы можем себя осуждать за свой выбор? В тот момент, когда его делаем? Или нет? Когда мы осуждать себя можем? Конечно же, когда приходит некий результат нашего выбора, и мы думаем, почему я так сделал? Почему я так поступил? Зачем я так поступил? Надо было вот так, или вот так надо было сделать, друзья мои. Писание говорит очень ясно и понятно. У каждого выбора есть последствия. Несколько мест священного Писания, которые говорят нам об этом. Первое послание Тимофею. Ясная глава 24-й стих. Грехи некоторых людей явны и прямо ведут к осуждению. А некоторые, Писание говорит, открываются последствия. И надо не думать о том, что можно жизнь свою прожить за ширмой религиозности, скрывая что-то. Друзья мои, Писание явно говорит о том, что последствия неизбежны. Притча 20-я глава 21-й стих. Наследство, поспешно захваченное вначале, не благословится. Последствии. Притча 23-я глава 31-й стих. Не смотри на льно, как оно краснеет. Как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно. Дальше Бог говорит о последствиях. В последствии. Как смея его вкусит и ухаживает. Притча 29-я глава. Если с детства воспитывать оба в ней, то впоследствии он захочет стать сыном. Библия говорит нам о том, что у каждого выбора есть последствия. Недавно, в апреле месяце, мне довелось получить приглашение от Острожской церкви. Это та церковь, где я покаялся, и где я принимал святое годное крещение в 1999 году. И тоже покаялся в апреле. И вот прошли эти годы, и нас с братом пригласили туда на служение. Я узнал для себя новость, которая потрясла меня очень глубоко. Когда я приехал в эту церковь, уже на практике после Центра подготовки церковных служителей, в 2000 году, церковь успешно развивала служение реабилитации. Но Центра реабилитации как такового не было в этой церкви. Братья и сестры служили этим людям, предоставляя свои квартиры, дома. И вот церковь купила дом. Уже этот дом был пошлукатурен. Частично там окна стояли, уже занимались братья внутренними работами. И я как студент влился в этот процесс подготовки. Это был конец лета, примерно август месяца. И вот в этот дом приходит небезызвестный в городе остров человек. Его звали Сергей, фамилия его Малкос. Его все знали, как человека, который постоянно участвовал в каких-то криминальных вещах. Как человека, который посвятил свою жизнь, молодость свою посвятил боксу. Он был очень физически развит. Но в какой-то момент он попробовал наркотик. И это захватило всю его жизнь. И вот после десятилетия погрязшей жизни в наркотиках, после того, как, есть такое выражение, на самое дно опустил его наркотик. Дьявол его опустил на самое дно. Он пришел в этот центр. Страшно выглядит. Очень страшно выглядит. С распушенным животом. Черного цвета. И говорит, я знаю, что вы верующие. Я знаю людей, которые спаслись через вашу церковь. У меня нет другого выбора, выхода. Я хочу жить. Я хочу, чтобы вы взяли меня в ваш центр реабилитации. Знаете что? Братья так в стороночку отошли. Говорят, он умрет. Зачем нам хоронить его? Зачем он умрет у нас здесь, в этом доме? Мы еще служение не начали. Мы же умрет где-то в другом месте. Он понял ситуацию. Говорит, я буду умирать у вас. Пошел в гараж. Лег в гараже. Август. Жара. У него вот эти все абсцессы. Он там гниет весь. Лег в гараже и лежит. Я говорю, буду умирать. Я никуда не буду. Все равно нет, выкар. Мы ему воду приносили. Молились. Бог дал ему жить. Бог дал ему жить. Потихонечку. Прошел неделя. Десять дней. Без наркотиков. Он живой. Начал кушать. Уже стал похожим на человека. Пусть плохого на человека. И было бы это решение. Братья говорят, ну раз ты на практике. Вот практика твоя. Вот мы ставим две кровати в гараже. Стол вам. Вы будете здесь жить. Будете строить центр. И так далее. Так мы начали жить. Так началась моя христианская практика. Бог дал этому человеку жизнь. Бог дал ему спасение. Он превратился. Он обновился. Он превратился в нормального христианина. Посвященного. Который молился. Читал Писание. Мы вместе с ним рассуждали над духовной темой. И было видно, как Бог его изменил. Новые ребята приехали из Луцка. Из Дернополя. С проблемами наркотиков. И шло время. И в один момент. Братья решили, что всем нам присутствующим. Пяти человекам. Нужно сдать анализы на ВИЧ-СКИП. Кто не знает, что такое ВИЧ-СКИП? Все знают. И мы пошли сдавать анализы. Мы сдали анализы. Кровь сдали. Звонит меня брат из больницы. Спустя некоторое время. Говорит. Дима. Срочно. Соберитесь все вместе. Мы сейчас приедем. Четыре из пяти анализов положительные. И положил друг. У меня похолодело все. А мне есть о чем переживать. А моя жизнь до уверования. Она была не такой простой. И мне есть о чем переживать. И выбор небольшой. Из пяти у одного положительных, отрицательных анализов мы собрались. Приехали братья. Объявили все вот эти новости. Я пошел благодарить Бога за то, что Господь меня уберег от плохого анализа. Ребята пошли это все принимать. И жизнь Сергея начала меняться. И жизнь Сергея начала меняться. И плохой анализ повлиял на то, что через определенное время он обиделся на Бога. Он опять вернулся к наркотикам. Он опять вернулся к безбожной жизни. Церковь печень. Больница. Пойка. Несколько дней до смерти у него берут анализы. И в ВИЧ-анализы. Друзья мои. У него берут анализы. И ошеломительный для него разгромный результат. Он не болен. И в его крови нет ВИЧ-спида. Возможно, какие-то ингредиенты были в веке. И через несколько дней он ушел в вечность. Друзья мои. Три вещи. О которых мы порассуждаем сейчас. Три вещи, которые Христос показывал своим ученикам. Я очень люблю этот пример. Я очень люблю. Я вспоминаю его каждый год своей жизни. И я прошу прощения перед вами, если вы его слышали уже не один раз. Вы видели деньги, которые валяются на земле? Хоть раз видели? А кто находил деньги? Молодежь у нас в основном. У них зрение хорошее. Кто 200 гривен находил? Кто терял 200 гривен? Познакомьтесь вы там на балкой глядом. Можете друг друга свидетельствовать. Это юмор, друзья мои. А кто видел вот эту монету, валяющуюся на балке? Это 5 гривен. Это все видели. Я признаюсь вам честно. Не всегда я ее поднимаю. И на это есть ряд причин. Во-первых, мы очень заняты. Мы спешим. Вторая причина. На ней сидят бактерии. Большие бородатые бактерии. Чужие. Не мои. У нас у всех проблемы со спиной. Да, друзья мои? Мы тяжело работаем. И наклоняться, и отковыривать эту монету от пола не так уж легко. Может что-то потянуть. У нас нет времени. Но на самом деле, если присмотреться к этой маленькой монете, здесь есть верт нашей страны. Здесь есть атрибутика Украины и так далее. Она важна, эта монета. Но, друзья мои, мы не всегда ее поднимаем. Вернее, чаще не поднимаем, еще не поднимаем. Когда мы видим эту монету. Когда эту монету видим, мы думаем, ну если буду поднимать, что люди подумают, да? И когда какой-то вообще просто, ну хочется пожертвовать ему, там хлеба купить. Когда эту монету мы видим, друзья мои, спина проходит. Исцеление наступает в тот же момент. Нам все равно, что подумают люди, лишь бы мы были, ну немножко первее, чем все остальные люди, которые могут что-то подумать. И нам все равно, какие бактерии там сидят. Абсолютно. Абсолютно все равно, какие бактерии там находятся и так далее. А разница очень простая. Очень простая. В ценности. В ценности. В десятки, сотни раз разница. Так вот. Хочется, чтобы каждый из нас, вот, посмотрел свою систему ценностей. Бог нам ее дает. Каждый из нас выстраивает в себе свою систему ценностей. И поверьте, именно ваша система ценностей влияет на все ваши поступки в жизни. На все ваши мысли в жизни. Наши мысли, наши поступки, мои поступки. Абсолютно на все. Писание говорит нам. Первое послание Петра. Вторая глава. Седьмой стих. Первое послание Петра. Вторая глава. Седьмой стих. Петр, подводя итог вышесказанному, говорит, итак. Христос для вас, верующих, драгоценностей. Христос для нас, верующих, драгоценностей. Он для нас самая дорогая ценность. Друзья мои, для нас верующих, Он не просто ценность номер один. Он ценность все во всем. Он для нас. Он, который пришел на эту землю. Он, который отдал свою жизнь за каждого из нас. Для того, чтобы мы вечность проводили с Ним. Для того, чтобы мы новую жизнь имели обновленную. И так, Он для нас верующих. Самая, друзья мои, самая дорогая ценность. Нет, дороже в жизни ценности для верующего человека. И это Христос. Вы можете посмотреть в свою систему ценностей. Можем заглянуть туда глубоко в свое сердце, в свои мысли, в свое сознание. Если, мы идем от обратного. Если для меня, Христос, не самая дорогая ценность, то вряд ли я человек верующий. Если для меня, Спаситель мира, не самая дорогая ценность, то вряд ли я верующий человек. И так. Писание говорит нам. И так. Он для вас верующий в драгоценность. Пункт номер один, над которым мы рассуждаем сейчас перед молитвой. Дорогая церковь. Пункт номер один. Христос для нас. Самая дорогая ценность. Пункт номер два. Очень интересная история. Евангелие от Луки, 10 глава, 38 стиха. Очень интересная история. Встреча от Иисуса Христа и учеников с двумя женщинами, которые олицетворяют для меня служение Богу и наполнение Бога. Давайте почитаем и коротко поразмышляем. В продолжении пути учеников Иисуса Христа, он пришел в одно селение, здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села в ног Иисуса и слушала Слово Его. И вот Марфа заботилась о большом угощении и подойдя сказала, Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя меня оставила служить одну. Скажи ей, чтобы помогла мне. Иисус же сказал ей в ответ, Марфа, Марфа, ты заботишься и судьбишься о многом, а одно только нужно. Мария же, вот выбор, друзья мои, он подчеркивает наш выбор, Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее. Интересно. Христос не осуждает Марфу, но он подводит нас к мысли о том, что есть некий вечный выбор наполняться Иисусом Христом. Выбор служить Христу и выбор наполняться Христом. Так вот, когда он видит перед собой двух людей, он говорит, выбор служить мне, говорит Бог, он важен, он ценный, но важнее наполняться. Мы никогда не сможем Богу служить, если мы им не наполним. Наше служение превратится в любимое дело, в хороших друзей, в круг людей. Друзья мои, наполняться Иисусом Христом. Чем мы наполняем себя? Чем мы наполняем свою систему ценностей? Чем мы наполняем свою жизнь? Чем мы наполняем свои мысли? Наполняться Христом. Христос подчеркивает, Мария избрала благую часть, которая не отнимется. В процессе наполнения Иисусом Христом. Есть некая благая часть, часть вечности, составляющая вечности, которая невозможна опять у нас, если мы наполняемся самим Иисусом Христом. Прекрасный пример. Я недавно его услышал о том, как один из проповедников, выходя на кафедру, ставил на белую салфетку чашку кофе. Чашку черного кофе. И вот однажды проповедуя он специально отолкнул кафедру и гофе выписнулся на салфетку. Он доставил на салфетку и показал. И сказал о том, что из нас может вылиться только то, чем мы наполнили. Друзья мои, из нас может выливаться только то, чем мы с вами наполнили. Когда жизнь толкнет нас, из нас вылиться то, чем мы наполнили. Когда жизнь в сложные обстоятельства нас поместит, ничего другого из нас не вылиться. Только то, чем наполнено наше сердце. Только то, чем наша жизнь наполнена. Только то, чем наши мысли наполнены. Только это из нас вылиться. Друзья мои, наполняться Иисусом Христом. Некий благой выбор. С вечной составляющей. Итак, первое, это ценность. Пункт номер один. Второй пункт, который показал нам Христосу. Наполняться Христом. Наполняться. И третье. Выбор. Подчинить свой выбор. Мы прочитаем с вами Евангелие от Луки 22 главу 41 стиха. А был ли выбор у Иисуса Христа? Делал ли Христос выбор? Как вы думаете? Конечно делал. Когда выбирал меня и тебя. Я вам больше скажу, друзья мои. Зная, он выбирал каждого из нас. Там, в Гевсиманском саду. Зная наши мысли. Твои мысли. Мои поступки. Дела твои зная. И ему не легко было делать этот выбор. Отдавая свою жизнь загрешных людей. Мы прочитаем с вами. Гевсимария. И сам он отошел, Христос, от своих учеников. На расстояние брошенного камня и преклонил калерии и молился. Говорят. Отче. О. Если бы ты благословил пронести чашу эту мимо меня. Впрочем, говорит Христос. Не моя воля, но твоя добудет. Он подчинил свой выбор. Бог полностью подчинил свой выбор. Бог абсолютно все подчинил выбор. Друзья мои, насколько мы подчиняем Богу свой выбор. Особенно тогда? Тогда нужно чуть-чуть, чуть-чуть не по-божьей. Вот все складывается шикарно. Все по-получь. Все хорошо. Вот дебет, вот кредит, все сходится. Вот прибыль, все хорошо. Как хочется, вот чуть-чуть поступить не так, друзья мои. Насколько важно нам иметь эту систему ценностей. Насколько важно Христом наполняться. Тогда мы сможем Христу выбор свой подчинить. Тогда Христос будет влиять на наш выбор. Тогда Бог будет влиять на наш выбор. Христос показывает свою самую дорогую ценность своему человеку. Когда, если мы почитаем Евангелие от Марка первой главы, когда люди сходятся, грешники толпами к нему приходят, он входит в пустынные места, где он молится. Он идет к Богу. Потому что он от Отца получает силы. Он не раз говорит своим ученикам, кто видел меня, тот видел и Отца. Он Отца показывает. Вот его ценность. У меня вопрос был ко Христу. Господи, ну люди же пришли. Ты же ради них пришел. Вот эта толпа людей. Но он уходит в пустынное место и там молится. Потому что для него важнее было показать ученикам, что важно в первую очередь наполняться Христом. Наполняться. Когда жизнь в Герсиманском саду толпнула от Иисуса Христа. Всколыхнула. Из него вылилось 14, 15, 16, 17 главы Евангелия Атеана. Друзья мои внимательно прочитайте эти главы. Вот что вылилось из Иисуса Христа. Он показывает Отца. Подчиняет Нему свой выбор. Сложный выбор. Тебя и меня. Подводя итог. Перед молитвой. Три вещи, над которыми мы рассуждали. Мы рассуждали с вами о выборе. Пункт номер один. Без которого пункт номер два и номер три не имеют никакого смысла. Пункт номер один. Ценность. Итак. Он для нас. Христос для нас верующих. Самая дорогая ценность. Самая дорогая ценность. Ценность всего-всем. Пункт номер два. Чем мы наполняемся? Наполняться Иисусом Христом. Служить Христу очень важная ценность. Но Ему невозможно служить. Служить, если ты им не наполни. И пункт номер три. Уметь подчинить свой выбор Иисусу Христу. Аминь. Давайте Богу. Небесный Отец, мы благодарны Тебе за Иисуса Христа. Благодарны Тебе за то, что благодаря нашей встрече со Христом, наша жизнь меняется в Господе. Мы имеем вращение в Господь, в Господи. И просим Тебя, чтобы для каждого из нас Ты был самой дорогой ценностью. Ценностью, которая всем емлет нашу жизнь в Господе. Каждого из нас благословит Тобой наполняться и подчиняйте вере в каждый выбор наше жизни во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 ПЕСНЯ 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 Поймать глаза на небеса. Но надо быть верным, честным, сильным не бояться один. И не жалеть своим усилий, чтобы грех победить. И весь мир идет, Господь тебя зовет. Поймать глаза на небеса. Поймать глаза на небеса. Хочу Христа, Спасителя Вселенной, представить тем, кому еще он чужд. Его любовь к нам, милость и терпение, и силу Божью к возрождению души. Все мы живем по милости Господней. Планету в жизни окружает смерть. Дарит огонь в глубинах преисподней. И на земле трагедий всех несчесть. Смерть на земле для плоти неизбежность. За наши души враг ведет борьбу. Бог создал нас, даруя в небе вечность. Но мы врагами сделались врагом. Бог возлюбил мир так, что отдал Сына. И Он пошел за грешный мир на крест, чтобы возлюбить и нам креста взаимно. Он нас простил, вступив с нами в завет. Для всех людей Господь оставил Слово. Его желание, чтобы все спаслись. Один в трех лицах. И всему основа Бог всемогущий и дающий жизнь. Он долго терпит, чтобы всякий грешник оставил грех. И к Господу пришел. И утвердившись в вере и надежде, Христово Духа в сердце приобрел. Бог делал все для нашего спасения. Но выбор Он оставил за людьми. И каждый день ждет нашего решения. Решай, душа, за кем тебе идти? Аминь. 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 Как желает, как желает, как желает, как желает, душа моя, тебе, Господь, Господь. Что, дурой, моя счастья, мчасть, 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 ты упокойна, моя, туплю креща ему твари. Жаль, и душа моя, Богу живому премьется душа, Но когда я пью, и когда я явлюсь перед лицом, Но когда я пью, и когда я явлюсь перед лицом, Но когда я пью, и когда я явлюсь перед лицом, Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok 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 Но когда Господь смотрит на этот список, Он знает каждого, Он знает в каком-кто положении, Он знает, кто что переживает, о чем думает, спит или не спит ночью, о чем молится. Господь все знает, каждого из нас знает Господь, каждого из нас видит Господь. И мы помним этот стих из книг «Порой поменой, Рочи Господа обрывают всю землю, чтобы поддерживать тех, чьих сердцев по мне предано ему». «Чьих сердцев по мне предано ему». И этот выбор, который мы слышали сегодня, выбор постоянный, выбор нашего сердца, предано ли оно ему. Друзья, это не просто слова. Это не просто тема нашего собрания сегодня. Это тема, которая влияет не только на землю и жизнь, она влияет на нашу вечность. Она влияет на то, где мы будем проводить вечность. Ведь самое главное – то, где мы будем проводить вечность. Знаете, вчера мы были предложены с сестрой, с ее соседем. Мы приехали вечером и были в хорошей семье. 50 лет семейной жизни. Когда я мужа спросил, побежал ли он жену, она говорит, нет, я бежал. Она говорит, нет, я никогда не бежал. Десять лет. Они не бежущие. Он занимал большой пост в этом мире. Знаете, перед ним многие вставали. Я с вами в ванной знаю, как перед такими людьми, с таким званием подойдут все, те офицеры даже, друзья другие. Но он не имел ответа. Где он будет проводить вечность? Он не имел ответа. Что его ожидает? Он близок к переходу. И он не имел ответа. Где он будет проводить вечность? И то драгоценное, что имеем сегодня мы, мы знаем, что нас ожидает. Не здесь, на земле. Здесь мы часто не знаем, друзья, что нас ожидает. Здесь мы не знаем порою, знаете, что нас за поворотом ожидает. Мы очень часто не знаем, где мы споткнемся, где мы упадем. Сегодня я говорю с братом в Шугумовской церкви. Как говорит, наши подростки играли в футбол и один сломал ногу. Потому что он даже не думал, что так случится всего новое. Он не ожидал. Мы очень часто даже не предполагаем, что нас ожидает съесть на земле. Мы только должны знать одно. Что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Это мы знаем. Это нас успокаивает. Господь знает, как нас растет. Мы знаем, что мы знаем. Мы знаем то, что написано на пророке. Мы знаем то, что написано на пророка Исаии 48, 17. Я Господь Бог, твой святый Израиль, научаю тебя полезному, ведущий по тому пути, по которому тебе должно идти. Друзья, вот это нас успокаивает. Господь знает, как нас растет. У него нет для нас ни случайных встреч. У него нет для нас ни случайных преткновений, ни препятствий на пути. У него в глазах нет ничего случайного. Он знает, как нас вести. Он знает, что нам будет блага. Он знает, чему нас нужно еще научить на земле. И он знает, знал сегодня, о чем нам сказать. Знаете, карпит проповедников, служителей, федеров. Знает, что придется проповедовать. Молится о том, Господи, какая главная рука сегодня у каждого из детей Твоих. Друзья, и я пришел к выводу. Мне пришли эти мысли, что очень важно знать, что для нас самая ценная жизнь. То, о чем сегодня говорил брат Дима. Что для нас самая ценная жизнь. Оно и делает нашу жизнь целеустремленной. Оно и делает нашу жизнь определенного направления. Знаете, если для нас ценные земные ценности, то мы просвещаем всю свою жизнь поиску лучшей работы, поиску лучшего места, лучшего дома и так дальше. Друзья, если для нас ценность Господь, нас интересует только одно. Но, чему хочет Он? Какая Его воля? Где Он хочет видеть меня сегодня? Что Он хочет, чтобы я сегодня делал? Куда хочет направить? Меня интересует только это. Есть ли ценность Он? Мы прочитали с вами, что лично сказал Иисус Христос, пример. Царство Небесное, еще подобное Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин. Купец, который ездит, бывает в разных местах и ищет хороших жемчужин. Он покупал хорошие жемчужины, дорогие, гордые, с тем чтобы потом перепродать их, дороже купить. Люди на земле так делают. Они ищут что-то хорошее, чтобы можно было вложить туда ценности свои и потом приобрести еще больше. Есть вещи, которые в этом мире мало значат еще для жизни. Но люди приобретают их, надеясь потом дороже их продать. Как картины покупают известных художников прошлого. И чем раньше жил художник, чем меньше картин, тем дороже эта картина. Есть картины, которые миллионы долларов стоят. Знаете, меня удивило, когда я узнал, прочитал о том, что один человек купил ухо Ван Гога за 1 миллион 300 тысяч долларов. И он вложил туда деньги. Ван Гога когда-то в приступе гнева или чего, отражения, отрезал себе ухо. И он вот так в коробочке где-то лежал, потом нашли в его доме и вот буквально несколько лет назад продали. За 1 миллион 300 тысяч долларов. И кто-то его купил. Я сидел и думал, ну кто-то купил это ухо. Кто-то оценил очень высоко это ухо. Ну, может быть, думает, через несколько лет у нас будет 2 миллиона, может быть, стоит. Может быть, так. Не потому, что я думал про ценность какую-то ухо, для него лично. Друзья, дорогие. Ну, а мы читаем здесь, Христос привел то, что очень привычно, обычно, известно людям, что Царство Небесное подобно купцу, который искал хороших. А хороших, среди хороших выбирают лучшие, да? Ну, если хорошие тебе предложили несколько вариантов, то ты выбираешь лучшие всегда. И он нашел жемчужину, одну, драгоценную. И он оценил ее так высоко, он понял, что это очень ценная жемчужина. Что ради этого стоит продать все. И он продает все. И прорывает эту жемчусь. Он надеялся, что потом она будет для него. Она купит все то, что он имел раньше. То, что он отдал за это. Друзья, дорогие. Христос говорит о Царстве Небесном. Говорит о том, что в Царстве Небесном ценности. Есть ценности, которые вечные ценности. Есть ценности временных людей, но есть ценности вечные. И вы знаете, бывают таких людей, как мы вчера были. Для меня был главный вопрос. Где он будет вечность проводить? То, что он был большим человеком в этом мире, это одно. А где он будет проводить вечность? И когда Господь ему открыл этот важный вопрос, он согласился покажиться. Он согласился молиться. Согласил начинаю молиться. Тогда им открыто было через слово, что есть ценности, которые самые важные. И очень важно знать, где ты будешь проводить вечность. И они молились, приглашая Иисуса Христа в свое сердце. Друзья дорогие, апостол Петр своим двух посланий. Два небольших послания. Петр, который однажды пережил падение, потому что неправильно оценил приоритет. Неправильно оценил ценность. Он свою жизнь оценил выше, чем учитель. Он свою жизнь земную же испугался смерти. Может быть, испугался, чтобы его не били. Может быть, испугался от позора, который внес его учитель. Но в этот момент он оценил учителя ниже, чем себя. И поэтому отрекся от него. Почему отрекается? Почему отставляют Господа? Знаете, постоянно в списках церкви появляются те, кто подходит к моменту, что пора заключать. Человек потерял цены. Перестал собрания посещать. Это один из первых признаков. Потом человека не интересует Писание. Человека не интересует Бог. И постепенно остывает, охладевает и распадает. И есть у нас в списках, раньше было больше подпадавших. Потому что легче люди принимали. Легче крещение принимали. И за количеством. Но люди оставляли Господа. Оставляли потому, что ценности были совершенно другими. Главная ценность, друзья, и что стоит вкладывать всю свою жизнь, это то, что с Богами не поменяется. Что никогда не потеряет своей ценности. В земной жизни, мне кажется, что Иисус Христос сегодня для большинства людей на земле теряет ценность. Даже для верующих. Сказать, что я христианин. Я верую в Иисуса Христа, в Бог, Божественность. Знаете, стараются они, ну как-то не стыдятся Господа. Я говорил вам о том, что целый ряд афиш, рекламы в этом году, которые в лагере разные места христиане оформляли. Мы обнаружили, что там нет имени Христа. Стали стыдиться Христа. Как мне кажется, неудобно. Я в одном святую встречу, которая составляла рекламу, в магазине спросил ее. Почему в твоей рекламе нет Христа? Нет ни одно местописание. Она говорит, когда не придут. Вазы, которые я провожаю, если не будет там. Если там будет местописание. Или там будет страночка между христианами. Мы порой теряем, мы теряем значение, понимание ценности Иисуса Христа. И поэтому, как мир может ценить Христа, когда Его не цели мы. Когда мы Его не показываем, что мы ценим Христа. Когда мы не готовы, как тот купец там все продать, всего лишиться, только бы приобрести жемчужиха. Как мир может сегодня ценить Христа, когда христиане перестают его ценить? Когда мы перестаем видеть в нем всю ценность. Это выражается во многом, братья и сестры. Но Петр, который пережил Петр. Он в своих двух посланиях употребил все моменты, которые подчеркнули, что ценно. Что очень ценно. И в глазах людей, и в глазах Божьих. В глазах верующих, и в глазах Божьих. Он очень высоко оценил кровь Иисуса Христа. Первое послание Петра. Первая глава, 19 стих. Мы читаем. Первая глава, 19 стих. Но драгоценной кровью Христа, как непорочного, чистого амфа. Это он говорит о спасении. Что мы спасены драгоценной кровью Христа. Братья и сестры. Драгоценность крови Христа. Мы, порой, недооцениваем. Знаете, участие в вечере Господней, может быть, мы недопонимаем иногда. Настолько кровоценна кровь Христа. Что кровь Иисуса Христа. Она заступила, она нас выкупила. Кровь Иисуса Христа стала свидетельством победы Иисуса Христа над дьяволом. Кровь Иисуса Христа стала средством очищения наших грехов. Мы очистились, мы спасены. Мы получили доступ к простому благодати благодаря крови Иисуса Христа. И Петр это понял. И поэтому он пишет о драгоценной крови Христа. Он пишет о том, здесь из 18 стиха взять. Иисус Христа, зная, что не твенны, серебром или золотом искуплены вы от светлой жизни, преданы вам, Хрицом, но драгоценны кровью Христа, как непорочного и чистого Амца. Драгоценная кровь Христа. Мы ее искуплены, мы ее спасены, мы приобретены. Мы стали Божьими детьми благодаря крови Христа. Поэтому как мы должны ценить Иисуса Христа за его жертву? Иисус Христа называет 1 Петра 2 глава 4 стих. Он называет Иисуса Христа камнем, приступая к Нему камню живому, человеком и отверженному, но Богом изранному, драгоценным. Камень, друзья, для нас камень мало значит, но в той местности, где Петр жил, где Христос ходил, Камень – это нечто незыблемое. Камень – это точка в роду года. Сколько бы ни шло лет, металл проржавеет и превратится в просто ржавчин какую-то. Даже золото и то есть способы его растворить. Есть химический состав, который растворяет золото, называет царская водка. Но на земле нету таких прочных вещей. Камни, их вода не берет, воды не берут, они лежат эти камни, они годами камни, тысячелетиями камни лежат. Они могут постоянно сохранять эти скульптуры из камня, они сохраняются, потому что камень не размывается, они не изменяют. У нас здесь на острове портятся идолы. В музее в Запорожье стоит каменная баба идол, которые делали в XI веке. И они так и сохраняются, так и стоят они. Потому что они каменные, так называют каменные бабы. Друзья дорогие, но Иисус Христос называет, то есть Петр называет Иисуса Христа камнем, хотя он отверженный, но он Богом избран, он драгоценный камень. Он драгоценный, не просто ценный, он драгоценный камень. То есть то, что стоит вложить в свою жизнь, на чем стоит построить свою жизнь. И вот в этой же главе называет шестой стих этой же главы, ибо сказано в Писании, вот я полагаю сегодня камень краеугольный, изданный, драгоценный, верующий в него не постыдиться. Если мы делаем выбор в сторону Христа, то он краеугольный камень, на котором можно построить свою жизнь. Друзья дорогие, все, кто построит жизнь свою на Иисусе Христе, они никогда не жалеют. Я не знал еще и не встречал ни одного человека, который действительно построил свою жизнь на Иисусе Христе, и он жален. Не встречал. Мне приходилось выйти в постели, умирающей. Тетка много лет своей жизни посвятил Христу трудные годы, то работы лишался, то лишался квартиры, то лишался семьи порою, но они сохранили верность Иисусу Христу. Я не видел еще людей, которые жалели бы, что они сохранили верность Иисусу Христу. Он драгоценный камень, краеугольный камень, то есть камень, на котором стоит здание и не пошатнется. Оно не упадет, потому что на камне, на краеугольном камне, на Иисусе Христе. Петра 2 глава 7 стих. Мы читаем, мы слышали сегодня это слово. И так вот для вас верующий драгоценность, а для неверующих камень, который, я говорю, строители, но который сделался главой угла. Камень протекания и камень согласна. То есть камень, который постоянно вызывает спор. Камень, о котором спорят. Камень, о котором протекается. Камень, который пытается дьявол отвергнуть. Вы знаете, друзья дорогие, дьявол боится имени Иисуса Христа. Но дьявол боится книги, которые свидетельствуют об Иисусе Христе. И вся работа дьявола, им невидимая, направлена на то, чтобы даже детей Божьих оторвать от Писания. Чтобы Писание не читает. Чтобы Писание не было ежедневной пищи. Чтобы Слова Божьего не было постоянно нашим желатым этим хлебом, которым есть Христов. Этим словом, которое слаще меда. Дьявол занят этим. Знаете, мне... Я в четверг говорил о том, что наша сестра рассказала мне о них в Вазбекистане. Была семья христианцев, которая раздавала квартиру постоянно. Этим зарабатывали немножко. И вот поселилась женщина с ребенком. Приехала здоровить. Небольшой мальчик. Может 4 годика. Но похоже уже дьявол имел одни власть. Может бабкам водить, может куда-то еще. Знаете. Но видно, что дьявол имел власть над этим мальчиком. И говорит, что я обнаружила. Когда хозяйка, женщина неверующая, которая жила, дала читать Библию, и той понравилась читать, я обнаружила, говорит, интересную вещь. Этот мальчик постоянно не давал ей читать. Только в Библию в руки он кидается, положит, закрой эту книгу. Не читай эту книгу. Сам он не умел еще читать. И она тогда была, только во время, как только он уснет, она садилась читать. Уснул крепко, он обрет, открывает Библию, и в этот момент он подхватывается и кричит, закрой эту книгу. Не читай эту книгу. Уже, когда он глубоко заснет, когда он сильно будет, крепко будет спать. Все равно, что он его пробуждает против этой книги, это будет в пользу того, что где-то его не в те руки вручили, не в Божьи руки. Но это говорит о том, что дьявол очень боится, чтобы люди читали Божью книгу. Дьявол очень не хочет, чтобы наша вера росла через чтение слова. И сегодня столько всего подвлекающего, чтобы мы не читали эту книгу. Но в ней подкрыт Иисус Христос. Грагоценно. Он сделался главой Елова, камень протекания, камень соблазна. Действительно, братья и сестры, все силы ада направлены против Христа. Умолить его, потому что он победил дьявола на кресте. Победа за Иисусом Христом, победа в нем, поэтому дьявол направил все против Иисуса Христа. Но он драгоценность. И эту драгоценность мы избрали. Братья дорогие, он как Сын Божий дал, и Бог через него дал нам целый ряд Божьих обетований. И Петр пишет о том, что есть большие драгоценности, которые Бог нам дал, и мы порой недооцениваем эти драгоценности. 2 Петрах 1 глава 4 стих. Мы читаем 2 Петра 1 глава 4 стих. Можно 3 прочать, 4. Как от Божественной силы Ему даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славы и благослови, которыми даровано нам великие и драгоценные обетования, так и мы через них соделались причастниками Божеского естества, удалившись от воспользующего в мире растения Бога. Смотрите, Петр пишет, что нам дарованы великие и драгоценные обетования. Писание имеет очень много обетований для настоящей жизни, для вечной жизни, для того, чтобы вера наша опиралась на них, друзья другие. И Петр убедился в том, что эти обетования ценные. Поэтому он пишет, это уже пятое обетование, пятое драгоценность, которую мы читаем в его послании, драгоценность, которую мы порой недооцениваем. Все обетования Божьи настолько драгоценны, что через познание их, через них мы делаемся причастниками Божеского естества. Братья и сестры, принимая Божье обетование, мы приобретаем Божий характер. Потому что эти обетования даны нам, чтобы нас присоединить к Нему, дать нам Божье, вложить в нас Божье. И мы должны постоянно искать их, обнаруживать для себя Божье обетование. Если мы хвалимся верой Геора Мюллера, основателя сиротских приютов, то он читал в Библии более двухсот раз за жизнь прочитал. Не меньше четырех лет прочитывал. И он постоянно искал обетования. Он постоянно опирался на них. И если он открыл новое обетование, он говорил, Бог так сказал. Будет так, как сказал Бог. По-другому не будет. Будет так, как Бог сказал. Если Бог обещал то сирот корней, он будет корней. Если Бог обещал, то он будет. Если Бог сказал, что во любом земном или вечном Бог обязательно сделает. Это обещал Бог. И Петр называет Божье обетование в Писании драгоценным. Друзья говорит, что значит драгоценное? Значит, то, что он бережел, то, что ради чего мы можем, как тот купец, все черчужины свои продавки были, а приобрел вот это, самое драгоценное, самое важное. И смотрите, все это получить можно тем, что Бог считает драгоценным. Друзья дорогие, у Бога тоже есть система ценностей. Бог очень высоко оценил нашу душу. Бог очень высоко оценил. Каждого из нас, каждого человека, сегодня мы слышали о том преступнике, о человеке, который вел жизнь далекую, далекую от правильности. Но она, эта душа была драгоценна для Бога. И Бог исцелят его. Только Он не оценил ценности. Только Он переориентировал себя снова на прежние ценности. Потом погиб. Друзья дорогие, Бог очень высоко оценит нашу веру. И Петр пишет, в 1-й послании 1-й глава 7-й стих, настолько Бог веру называет драгоценной. Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее, гибнущее, хотя в нем испытанного золота. Люди ценят нас без золота. Но Бог ценит нашу веру. Бог ценит веру. Бог ценит доверие. Бог высоко оценил веру Абраму. И поэтому такие благословения послал его жизнь. Бог ценит нашу веру. И Бог испытывает нашу веру. Бог пропускает испытание чтобы испытать. Будем ли мы держаться? Будем ли мы в этих обстоятельствах оставаться верными Господу? Друзья, Бог дает веру, чтобы испытать ее. И поэтому в нашей жизни бывают моменты, когда мы теряем действительно Бога. это Бог, как Салом 29, вы помните, Салом прежде пишет, как Бог воссловил, а потом Давид пишет, Салом 29, 7, 8, 7, 8 стих. И говорил я о благоденстве моем, не поколеблюсь по веку. По благоволению твоему, Господи, ты укрепил гору мою, но ты сокрыл лицо твое, и я смутился. Друзья, дорогие, бывает, что Бог скрывает лицо. Не потому, что Его не стало, не потому, что Он потерял интерес к нам или к Богу, Он скрывает присутствующим проверить, будем ли мы до конца доверять Ему, будем ли верить Ему, будем ли уповать на Него, будем ли мы оставаться теми, кто по-прежнему доверяет Богу. Он испытывает нашу веру. И Петр веру нас испытанную называет драгоценное золото. Вера очень драгоценная, друзья, дорогие. Поэтому Павел писал, что мы к вере относились к нашей всерьезным, что мы проверяли постоянно нашу веру. Второе послание коллеги, 15 глав, 5 стих. Испытывайте самих себя. Верили вы? Самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас, разве только вы не тот, чем надо быть. Испытывайте, верили вы. Бог очень высоко ценит веру. В послании Евреяма 11,6 написано, а без веры Богу угодить невозможно. Ибо надо, проходящий Богу веру, что Он есть, ищущим Его воздаёт. Но, братья и сестры, вера растёт из Писания. В послании Евреяма 10,7 стих. Вера под слышание, слышание под Слово Божие. Из Слово Божие мы черпаем веру. Она растёт, когда мы читаем, когда мы убеждаемся в верности Божией, в исторических книгах, в Его заповеди, в Его обитованиях. Наша вера укрепляется, растёт. Она нуждается в росте, потому что испытания будут добавляться, искушения будут проходить новое и новое, и нам нужно иметь веру, чтобы правильно ценить драгоценности, чтобы правильно ценить всё самое драгоценное в нашей жизни. И есть то, что Бог ценит, и чего Бог хочет в нас. Если мы хотим у Господа получать драгоценное, то Бог тоже хочет в нас видеть нечто ценное для Него, какой-то рост. Он высоко оценил нашу душу. Иисус Христос сказал, Евангелие Матфея, 16 глава, мы читаем, когда Он говорил о выборе нашем, 25 стихе, Матфея, 16 глава, 25 стихе, «Кто хочет душу свою изберечь, тот потеряет ее, кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он проглядит весь мир, а душе своих подвиги? Или какой быт дать человек за душу свою? Ему придет Сын Человеческий в славе отстаться Его с Ангелами своими и тогда взять карту по делам Его». Друзья, другие, Бог ценит нашу душу. Все богатства мира, они ничего не значат в сравнении с одной человеческой душой, потому что она от Господа, потому что мы созданы по образу подобию Божьей. И Бог ожидает, что мы оцениваем его, будем правильно ориентироваться в ценности. Апостол Петр, тот же Петр, это седьмая ценность, которую он упоминает в своем послании о семи драм ценностях. Он пишет по нашим характерам, по нашим состояниям. Вот пишет для женщин, которые любят украшения, 1 Петра 3 глава, 3 стиха, он пишет, «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы, не нарядность в одежде, но сокровенность в сердце человека, в медленной красоте кротко-молчалимого духа, что драгоценно пред Богу». Он говорит, что драгоценно, тот выбор, который мы с вами должны делать, как сегодня мы слышим, постоянно, мы должны оценить, что Бог хочет не внешнее плетение волос, то есть, не внешность даже наша, друзья дорогие, внешность у нас по многому говорит, по нашему отношению к Богу, к Святому, к Целому, к Писанию, и так далее, но он говорит, что есть нечто в нашем характере, что очень высоко и драгоценно перед Богом, и драгоценно вера, и драгоценно пишет кроткий, молчаливый дух, что драгоценно перед Богом. Этот дух кротости Бога сопоцелит, потому-то сам Христос кроткий, потому-что он говорит, придите ко мне научитесь от меня, ибо я кроток, и с мирным сердцем. Братья и сестры, эту ценность он хочет видеть в нас, и эту ценность мы сами не можем прогрести. Поэтому Павел пишет вот это, и мы знаем, что это плод Духа Святого в нас, плод работы Духа Святого в нас, все ценности, которые Павел упоминает. Вот тут Павел писал, для всего отказаться, братья и сестры, выбор, который делаем мы. Павел писал, у него было положение, даже слова летоистов писали о нем в советское время, что Афорто упадал величайший ученый своего времени. Так словарят атеисты, писали Афорто и Павли. Но он оценил высоко Иисуса Христа, настолько, что он мог написать следующие слова переписан Христа, но что для меня было преимущество, то ради Христа я пошел с щитой, да и все почитаю с щитой, ради превосходства познания Христа Иисуса, Господом Его. Для него я от всего отказался, и все почитаю зазор, чтобы приобрести Христа. Друзья дорогие, Вы хотели бы сказать, как апостол Павел который в Галатам писал первое послание то есть послание Галатам первая глава послание послание филиппийцев первая глава послание филиппийцев первая глава 21 стих ибо для меня жизнь Христос ибо для меня жизнь Христос братья и сестры то что мы слышали сегодня в начале собрания то что мы читали сегодня в Адрацена всех которые Петр заметил вывод этому апостолу Павел пишет если мой выбор Христос то для меня жизнь Христос я не читаю дальше а потом смерть для меня жизнь Христос нам нужно молиться о том что в нашей жизни только так было для меня жизнь Христос а раз Христос жизнь то церковь тело Христова да братья и сестры отношение к церкви это не просто что в здании мы вчера проехали посмотрели ряд церквей наших зданий из нашей церкви запородь и каждое здание аналогии по разному погиб где-то больше порядка где-то дороже где-то беднее сами церкви они разные но вот здания мы посмотрели внутри четыре наверное здания вчера посмотрели знаете по картам зданий свое но братья и сестры самое главное не здание самое главное люди самое главное как мы относимся друг по другу если мы понимаем что каждый член церкви это божье дитё драгоценное то мы будем относиться так ценя Иисуса Христа так относиться друг по другу чтобы эти драгоценности сберечь для Господа мы будем любить друг друга о чем пишет много в первом послании Иоанн в первом послании мы будем очень любить церковь в лице каждой мужчины церкви мы будем относиться к странному как боги большинство потому что мы очень ценны нас от Бога мы дорого куплены а дорого купленная жемчужина она была цена для этого как вы думаете все продал купил и забыл где положил да братья и сестры я думаю что он постоянно взорвствовал эту жемчужину чтобы она не потерялась я думаю постоянно знаете постоянно береги церковь друзья очень дорого для Иисуса Христа мы куплены дорогой ценой и поэтому дети Божьи мы должны сегодня не подаваться другу времени и не терять вот эти добрые соотношения не забывать не забывать нужды общения не забывать нужды совместных молитв совместном нашем общении собраниях мы не должны забывать потому что если Христос ценный глава то и церковь ценный то и дети Божьи тогда для нас будут очень ценными и если мы любим того который родил нас то и рожденный будем любить так же да Иоанн пишет друзья дорогие нам стоит в нашей жизни пересматривать наши ценности если мы любим Господа то мы любим Церковь Его мы любим друг друга мы любим Слово Его мы любим все что касается небесного тогда нам так просто послание Туласяна и нас не нужно как-то ломать оно само будет так стремиться полосам притягивать первые два стиха итак если вы воскресли со Христом то ищите горнего где Христос сидит лесной Бога о горнем помышляйте а не в земном почему так сказано потом то Христос дальше написано третий стиль ибо вы умерли жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге она в Боге она со Христом Христос сокиснули отца поэтому если Христос ценность то все что его оно ценно для нас и если написано в послании Туласяна в первой главе о его качествах то нас будут тратить эти качества а здесь написано в первой главе с двенадцатого стиха благодаря Богом и Отца призвавшего нас в участии в наследии святых во свете избавившего нас от власть и тьмы и ввечего в царство возлюбленного Сына Своего в котором мы имеем искупление крови Его и прощение грехов в котором есть образ Бога невидимого рождённый прежде всякой твари ибо им создано всё что на небесах что на земле видимые и невидимые престолы господствовали начальствовали властелей всё им и для Него создано и Он есть прежде всего и всё им стоит и Он есть глава тела церкви Он начаток вернится в мёртвых дабы иметь Ему во всём вернятство ибо Богу угодно был Отцу чтобы в Нём обитала всякая полмота всё это посредством Его примирить с Своё и всё умиротворить через Его кровью Христа Его и земное и небесное Друзья дорогие и последнее что мы прочитаем о Нём что говорит что было открыто Иоанну мы читаем в Откровении об Иисусе Христе Иоанн пишет об Иисусе Христе с 5 стиха и от Иисуса Христа который есть свидетель верный в Откровении 1-5 стиха и от Иисуса Христа который есть свидетель верный верный из мёртвых владыка царей земных Ему возлепившему нас и омывшему нас отбитло нах кровью Своей и сотенавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему слава и держава в обеке веков Аминь все придётся блокады и вылезти во всякое око и те которые пронзили Его и возрадают пред Ним все племена землеи Ей Аминь есть Амфа и Аммиа начало и конец Борис Господь который есть и был и грядёт Вседержитель вот кто наш крестол друзья дорогие и вот такого креста увидел Иоанн вот таком пишет он что он держит всё с ней в руках его красоту описывает в конце в середине этой в конце главы Иисус Христос во всём всё во всём мы будем сейчас молиться пусть Господь подкроет нам что система ценностей влияет на все наши поступки что мы слышали в первой проблении система ценностей влияет в разнесёте если Христос тогда нам не нужно говорить не любите мира не того что в мире и вообще что в мире похоть плот и похоть очей гордость житейская нас не нужно убеждать кто то не любите мира мы любим Господа и когда мы любим Господа то вся система ценностей направлена к Нему мы идём туда где о нём можно слышать мы читаем то где о нём мы молимся ему мы любим его детей мы имеем общение с его детьми мы служим Господу друзья дорогие и тогда мы не будем стыдиться его имени мы не будем стыдиться даже если весь мир плодит против Христа даже если весь мир плодит против истины мы не будем стыдиться для нас Христос будет ценностью всей нашей жизни аминь помолимся вас все желает поправиться в Господу сегодня вы можете сейчас помолиться в первый раз в вашей жизни молитесь простите Отец Небесный Господь наш мы сегодня благодарны тебе что ты ориентируешь нас на выбор ты ориентируешь нас на Иисуса Христа что вот ещё чем больше познаю тем больше верю как я мало знаю тебя как хочется больше знать тебя как хочется любить тебя как хочется Господи чтобы ты занимал всё сердце всегда и постоянно в Отец Небесный дай чтобы в нашей церкви в каждой в каждой церкви каждый детёр твоё имела приоритетом в своей жизни Иисуса Христа как тот купец который нашёл правоценную жемчужину и всё продав свою приобрести её помоги определиться что мешает каждому в его жизни иметь Иисуса Христа самой главной ценностью иметь Иисуса Христа самым большим желанием стремиться к общению прорвать в этом общении прорвать в Иисусе Христе помоги Иисуса Христа и и для нас самым желанным в нашей жизни занимал мысли занимал чувства занимал стремление надежду был нашей надеждой на будущее всё это продаём в руки твои помоги нам потому что мы часто слабые не теряя тебя из вида потому что вера наша слабеет и мы падаем спотекаемся когда теряем тебя из вида помоги не терять тебя из вида как однажды Пётр терял но помоги как он потом приобрёл понимание ценности таки нам иметь прообретённое прообретённое знание этой ценности помоги действительно вкусить и узнать как благ Господь помоги иметь личное общение с Иисусом Христом для потом всё другое почитать за ссор помоги Господь в этом продаём руки твои благослови нас и помоги борьствовать ты всегда с нами ты хочешь видеть нас живущими тебя но мы теряем твои следа научи Господь делая выбор постоянно делать в пользу Иисуса Христа тебе слава за Всевеликий Бог наш Отец Сын Дух Святой Аминь